Я думаю, надо усиливаться, усиливаться и управлению торговли, и прошу, Андрей Анатольевич, вас надо усиливаться, додавливать, потому что еще нету пика сезона, к пику сезона у нас очень много вопросов. Юрий Поляков обратился к полицейским. Необходимо действовать сообща. Сегодня удалось наладить взаимодействие мобильных групп городской администрации с участковыми, которые также поделили город на зоны. За минувшую неделю управление муниципального контроля составило 76 протоколов. Глава курорта обозначил стратегические точки, в том числе Большой Утриш, Сукко, а также Витязева, а конкретно улица Светлая. Это муниципальная земля, это ваша прямая ответственность. Вычистить улицу Светлую, вычистить. Знойная Светлая стыкуется, что за объекты стоят, и квас, и экскурсии две стоит, и мороженое там стоит, что там только не стоит. Это не аукционные точки. Будем заниматься или не будем заниматься? На Пионерском проспекте стоит кафе прямо на клумбе. Угол, первый проезд по Пионерскому стоит. Я не понял, почему оно стоит там. Вы что, не видите? Я вас предупреждаю, наведите мне порядок. Одно из предыдущих поручений главы наказывает торговцев за навязчивую и противозаконную рекламу. За минувшую неделю выписали 36 протоколов. Лишь один на юридическое лицо. Можно на физлицо составить, можно на юрлицо. На юрлицо более тяжелый штраф, правильно или нет? Поэтому я еще раз заостряю ваше внимание. На юрлицо, я понимаю, есть сложности, полиция, суд, но надо делать именно вот так. Самое горячее во всех смыслах. Пора еще впереди. Однако нельзя забывать о внутренних вопросах. В здании, где будет находиться военный комиссариат, полным ходом идут работы. Конструкцию усилили. Предстоит установить подпорки под плиты перекрытия. После этого можно будет переходить на второй этаж. Еще один объект – парк 80-летия Кубани в селе Субсех. Там начали монтаж системы автополива. Уже готовы основания – центральные площадки, где местные жители смогут проводить различные массовые мероприятия. Нам до какого числа надо сделать? До 25 августа. Мы ее украшим. Детский сад «Лазурный» на 160 мест в микрорайоне Алексеевске планируется сдать в четвертом квартале текущего года. Об этом сообщила исполняющая обязанности заместителя главы Екатерина Боровская. Сейчас в здании идут отделочные работы. Объявлен аукцион на закупку оборудования в пищеблок. Юрий Поляков поручил уже сейчас подготовить штатное расписание, чтобы не было заминок перед сдачей важного социального объекта. Александр Ребека, Михаил Григорьев, Анапа, Регион.